Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Меня попросили прокомментировать и Задорного Михаила, его выступление о прощенном воскресении. Он кощунствует, кривляется. Я решил рассказать, спрашивает попутно, расскажите, в чем он не прав. Да ни в чем он не прав. В таком возрасте продолжает кривляться. Смехотворствует. Это не просто смехотворство, а смехащество. Я снова обращаюсь к чудесному кинофильму под названием «12 Никиты Михалкова». Я когда посмотрел этот фильм, мое отношение к Никите стало лучше даже. Я слышал, что он сквернослов, матерится. Но когда посмотрел этот фильм, я сразу стал за него молиться, а не умолиться. Чтоб душа его примирилась с Богом. И вот в этом фильме неоднократно встречаются такие мысли, которых в других фильмах просто нет нигде. Как эти люди там беседуют, какие приводят доводы. Их можно брать и для других моментов. Как, например, вот здесь. Я тоже коснусь его. Что означает пост? Но сначала нужно узнать, что перед постом было прощенное воскресенье. Перед прощенным масляная неделя. А что масляная? А блины масляные. А почему? Ну, объяснение я знаю какое. Языческое. Это солнце, круговорот, дальше Бог. Там что попало? И блины поэтому утещены, блины такие круглые. Ну, происхождение когда было? Не знаете. Если не знаете, то я вам скажу с точностью до одного года. Я спрашивал священников, и ни одного не нашел, который это знает. И когда спросите, откуда это я знаю, я вам отвечу здесь, откуда я это узнал. Начало этого праздника происходит от Ираклия, императора византийского, жившего в 575 по 641 год. Он 66 лет жил. Он воевал 6 лет против персидского царя Хозроя. И заранее дал обед. Если я сумею его победить, то не буду есть мясо целую неделю. Вообще-то здорово. Многие дают обед. Ну, и была победа. Не употребляет мясо он, но это его была победа. Не моя. Это он 6 лет воевал. И ни почему не видно, что этот царь вообще был верующий. Но он, если дал обед, ну и пусть исполняет его. Но монахам это так понравилось, что они вели это уже в канон. Монахи. А скажите, откуда знаете? Из словаря отца Григория Диченко. 1150 страниц. Новая скрижаль. Четвертая часть. Часть вторая. Параграф третий. Это его был обед, а не мой. И при чем тут пища? А то, что не учили людей у православных все через желудок. Вот сегодня, на Лазареву субботу, можно есть икру, а рыбу нельзя. Даже не придумаешь. А что? Ну, из рыбы вытаскиваем изнутри икру, а это икры жизнь. А вот эта рыба как гроб, а Христос или Лазарь как воскрес. Вообще-то интересно. А яйца почему? Ну, внутри икса жизнь. Оболочка это гроб, а Христос воскрес. Да на какой же уровень-то надо иметь, чтобы на этом учить? И вся служба вот у нас зашифрована. Христос расшифровал самое непонятное. Притчи объяснял. Святые отцы растолковались. Здесь все у нас под какими-то логинами и никами. Даже не узнают, что это означает. Куда ни возьми, никто ничего не знает. И Масленица эта никакого отношения не имеет к спасению вообще. А смысл какой далее? А что будет пост? До этого или мясо? И как-то надо желудок маленько потихоньку приструнить. Молочное можно есть, а мясо нельзя. То есть на тормозах спустить потихоньку к пасту. А получается наоборот. Разгульная широкая Масленица. И все газеты, радио говорят об одном. Язычество сплошное. И Невзоров здесь прав. А вот здесь Задорнов когда говорит, он глумится над самым святым. Над днем прощения. Прощенный день. Прощенный день. Когда люди просят прощения друг у друга. И он думает, как рассмешить. И вот там в 12-ти один нерусский врач, хирург, москвич. И он говорит, что у вас за мода? Он говорит, с такой жестикуляцией силы. Авария поезда. Завалится. Га-га-га-га-га-га. Хохочете. Лодка затонула. Опять га-га-га-га-га. Вы все время гогощите и гогощите. Просто надо фильм посмотреть. Я не могу так показать. Это даже надо видеть просто где-то. И здесь он занимается не смехотворством, а смехащество. Смехащество, оно свойственно отдельным нациям. Одной нации особенно. Над всем святым они смеются. Так что за дворному есть над чем задуматься. За дворному не взорву. Откуда это у них происхождение? Исход 20 глава 7 стих. Согласно этого слова, без наказания Бог не оставит. Ни в этой жизни, ни в будущей. Лишит разума. До туалета не дойдешь. Это Писание говорит так. Ефесянам 5.4. Так же сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а напротив благодарение. Над чем он смеется? Над собой, господа, смеетесь. Как один персонаж сказал. Притча 23 стих. Честь для человека отстать от ссоры. А всякий глупец. Задорин. Вот может откуда и фамилия Задорный. Задорин ни разу не употребляется в положительном смысле. Вы не думайте, что вот я это говорю, просто с чего-то беру. Фамилии, когда давались, то давались они так. Попов, сын Попа, Марья, одна вдова Марьин, вдова Вдовин, ну с чего-то на протопопов. Если человек был очень суровый, значит фамилия Суворов происходит. У нас здесь был священник, отец Михаил Погиблов. Это говорящая фамилия. Вот я гляжу, не взором, что такое. То есть это признак слепоты. Нет правильного взора. Правильно не может смотреть. А буквы там, ассимиляция звуков, это может быть. А у вас Лапкин? Да, у меня Лапкин. Я знаю происхождение. А какое? Это моя тетка рассказала, которая бабушка-то сказала, когда давали. Мы Рязанский, оттуда приехали. Она говорит, что мой тот предок, первый получивший фамилию, он имел каллиграфический почерк. Как говорится, на деньгах расписывается. И к нему приходили. И чтобы его не обнаружили, он ногой писал жалобы. Жалобы, помогал людям, ходатайствовал за них. И когда давали фамилию, а про него уже знали, что он ногой пишет, и прозвали Лапка. Вот отсюда Лапкин. И еще. Я дойду до этого, расскажу. У Бога ни одна буква даром не проходит. И вот в Библии слово Лапка встречается всего лишь один раз. Один раз. Я расскажу, сколько в Библии сегодня слов. Вот, слов во всей Библии полные. Это 669 284 и 3 172 512 букв. Я долгое время проводил подсчеты с неоднократной проверкой. Я вывел это. Я сначала имел эти данные на английском языке, а на русском где не зашел и провел вот такую работу. А для чего? Ответ. Ибо в Библии написано так. Матфея 5 18. Ибо истинно говорю вам, доколе не предет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не предет из закона, пока не исполнится все. А как узнать? Утеряно или не утеряно? А вот, пожалуйста, теперь узнаем подсчет. Пока нет точно ревизии товаров, ты не можешь сказать, все находятся они или нет. Далее. Слово, вот я когда подписываюсь кратко, то Иг, Игнатий, Ла Лапкин, Ла с большой буквы, Игла. Слово Игла в Библии встречается только один раз. Где это? Экклесиаз 12 11. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. А хотя слов 669 284. Притча 30 глава 28 стих. Паук лапками цепляется и бывает в царских чертогах, но бывает так. Вот тоже один раз встречается в Библии. Я зашел в Мейл.ру, ну и запустил Кузнецов Иван, 146 тысяч. Так, к примеру говорю где-то. Игнатий Лапкин, я один. Зашел в контакты, на 5 миллионов тоже один. Значит, это тоже что-то значит? Но на каждый день, определенно именно, я родился 28 мая, по-старому, по-новому, 10 июня. И мать меня с отцом не называли. Меня назвал тот, кто крестил. Тогда была строгая, это наставник был, дедушка Терентий. В дальнейшем у нас в русской зарубежной церкви будет епископ Евтихий, а он Иван Тимофеевич. Но ему дадут имя Евтихий. Я Игнатий, мы с ним сойдемся. Но в тот день, когда меня крестили, в тот день был Игнатий Евтихий. Это такие редкие имена. Все это, все случайно? У Бога все вымерено. Сирахов, 34,6. Но в книге 33,6. Насмешливый друг, тоже что ярый конь, который под всякими седокомы ржет. А ему разницы нет, Задорнова, перед кем кривляться. Как Райкину. Очень хорошо говорит Жириновский, Владимир Вольфович. Тогда он спорит, укорачивает Аллу Борисовну Пугачеву и говорит, перед кем-то и кого не были, под кого не ложились все певички, перечисляет всех правителей-то. Так и этот, под всяким седоком ржет. А завтра будет другое, ему какая разница-то. Вертинский везде поет. Сирахов, 22,23. Глупый в смехе возвышает голос свой, а муж благоразумный едва тихо улыбнется. И вот в зале сидят, хохочут, они еще не знают, что ждет их за такой смех над святым. Словом примирения. Нам так в стране не хватает. И кривляка, паяц какой-то шут гороховый, стоит и высмеивает, когда люди готовятся, подготавливаются к Пасхе Христовой. У всех врагов просят прощения, он стоит и издевается, и теща, и враги, и милиция. Что только может, все собирает. У него задача прокормиться за счет этого смехащества. Если бы вы не ходили, не платили, он бы с голоду сдох. Златоуз говорит, за то, что вы платите этим паяцам, вы будете отвечать. Но никто не платите. И цирки все закрылись. Кто будет-то? Вы их подкармливаете, этих негодяев. Это Златоуз говорит. Серахов 28.13 Беседа глупых отвратительна, и смех их в забаве грехом. Но как же это не грех? Над прощеным воскресением издевается. Прощенное воскресение. Кто сможет, передайте ему, что я ему говорю. Он не знает. Он ни Писание совершенно не знает. Низоров хотя бы иногда открывает Библию, а этот вообще ничего не знает. Просто кривляется, и все. И Кристиас 2.2. О смехе сказал я глупость, а о веселье, что оно да ее делает. Соломон премудрый знал, что это глупость. А Задорнов не знает этого. Хотя носит фамилию божественную, никто как Бог. И Кристиас 7.2.6 Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Ибо таков конец всякого человека. И живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха. Потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача. А сердце глупых в доме веселья. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Потому что смех глупых тоже, что треск тернового хвороста под котлом. Это суета. И сидят там, показывают в зале, как мужчины откидывают сорты, разевают, хохочут. Они не знают, что за этим последует. Но кто на это натолкнул их? И что-то домой они понесли? Нет. Они могут только, которые памятливные, мы к дофон записали, понести вот эту отраву другим. Над чем смеетесь? Над примирением. Лука 6.25 Горе вам присыщено ныне, ибо взалчите. Горе вам смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Вот эту фразу Евангелия Туки 6.25. Почему никто не сказал? Вышел бы и сказал вслед за его выступлением. И пусть бы они теперь с этой нагрузкой пошли домой. Яков 4.9 Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех важно обратиться в плач и радость в печаль. Тут страна погибает и исчезает нация, а они, кривляки, жируют на безумие людей, усыпляют их безумными словами и смехом. Серахов 29.3 Человек питает гнев к человеку, а у Господа просит прощения. Как примириться надо? Раз и навсегда и не вспоминать. А не так, что я прощаю, но смотреть на него не могу. Простился и обнялся. Поблагодари Бога. Матфея 6.15 А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваши. Вот что он должен был сказать. Матфея 6.12 И мы просим, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. В другие дни не могли, тут все содействует. Темная одежда священников, заунылое пение. Все подталкивает к тому, чтобы мы попросили прощения. И вдруг человек против этого течения, общего примирения встает. Какое ему название, этому человеку? Иоанн Ратауз говорит так. Если родители не воспитывают детей, то они хуже убийц. Не учат боговедению. Ибо разбойник убивает только тело. А родители, которые не научили детей верить в Бога, убили бессмертную душу. И вот эти задорного, они развращают всех людей сегодня. В стране такая огромная беда, ни сегодня, ни завтра ничего не останется. Выброшли будут люди из домов, как в Израиле это было. Всегда надмивались. Мы новый Израиль. Мы новый Израиль. Русские новые Израиль. Сами себе приняли это. Мы пятый там удел Божьей Матери. Ну хорошо. Насчитайте книгу Ветхий Завет. Что было с Израилем? Бог рассеял. Но еврейский народ устоял. Русским не устоять. Не до что взяться. Все гнилое. Тут у нас была еврейка. Она у нас была не в общине, а просто приходила. Она говорит, вы видели? Вот я сейчас шла, лежит мужчина. И спод него лужа течет на остановке. Вы видели такого еврея? Нет, не видели. А почему? Да потому что они любят своих детей. Они самому маленькому Исааку говорят, ты призван руководить миром, гоем. А это гои все. Он призван. Потому что на еврейской голове только от дурных людей проклятие. И в этот день мы должны бы примириться с ними, с мусульманами, со всеми. Более обширно надо смотреть на это. А как? Через покаяние просить прощения. Мы сильно виновны перед мусульманами. Сколько они потеряли через нас. Откуда поговорка вышла? Казанский сиротат. Значит захватили Казань, вырезали мужское население. Одни сироты в Казани остались. Тут же все понятно. Попросить прощения, как сектантам гнали, молокам, старообрядцам. У всех попросить. Попросить прощения. И жизнь будет совершенно другая у нас. Лука 6, 21. Блаженный плащущий, алщущий, ибо ныне, ибо насытитесь, блаженный плащущий ныне, ибо вы смеетесь. И теперь я хочу рассказать о Библии. Какой был подсчет. Вы для себя потом заметите. Это полная Библия с неканоническими книгами. 77 книг. 1361 глава. 37 082 стиха. 669 284 слова. 3 172 512 букв. Во всей полной Библии вот какое количество знаков. Точек 27 782 запятых 86 464 точка запятой 12 268 двоеточие 11 012 восклицательных знаков 2170, а вопросительных 3 362 кавышек 2050, скобок 4 308, пробелов 710 040. Знак черта, черточка, встречается в Ветхом Завете в канонических книгах 2952 и в Новом Завете 488. И кратко, йота в Ветхом Завете 20 809 раз, а в Новом Завете 5 236 раз. Итого во всей Библии канонической полной, черточек, 3440, а йоты 26 055. Еще раз прочитаю. Серахов 27 11. Наклонность женщины к блуду узнается по поднятию ее глаз и век ее. Значит, это уже определяли задолго до новой эры. Кто близко знаком с Александром Невзоровым, передайте ему от меня, чтобы где-то он проверялся, что за клокочущий гортанный звук у него вырывается, вот как у этих, которые горловое пение у них нет. Ну и скажу, что если обнаружено будет им самим признано это, он знает, где выход искать. У нас здесь есть на Кузнецке отец Василий отчитывает бесноватых. Может быть, это и поможет. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.